В чем секрет гармоничных отношений? В первую очередь нужно сказать, что, разумеется, одного подходящего для всех секрета попросту не существует. Все люди разные, и то, что подходит для одних, может быть совершенно неприемлемо для других. Нет никакой универсальной формулы идеального брака. Понятно, что всем нам иногда хочется иметь конкретный и однозначный алгоритм действий, но, к сожалению, такие алгоритмы очень плохо работают в вопросах личных отношений. А с другой стороны, жизнь, наверное, была бы гораздо менее интересной, если бы все было так просто. Принятие индивидуальности, своей и чужой, это один из основных принципов гармоничных отношений. Любые отношения уникальны и довольно бессмысленно пытаться сравнивать их с тем, как условно должно быть, и стремиться сделать все, как у людей. Тем более, что довольно затруднительно с уверенностью сказать, как действительно у этих людей. Многие вещи остаются за закрытыми дверями. Пара, которая со стороны выглядит практически идеально, может на самом деле переживать довольно серьезный кризис. И наоборот, если супруги постоянно ругаются, это еще не значит, что отношения плохи. Важно понимать, счастливая пара в глазах социума может выглядеть немного необычно. Все мы, честно говоря, со странностями и гармоничные отношения дают этим странностям некоторую свободу. Еще один важный критерий – это степень самодостаточности каждого из партнеров. Формулировка «я не могу без него жить» больше похожа на зависимость, чем на любовь. И в здоровых отношениях это звучало бы скорее как «я могу жить без него, но жить с ним мне нравится гораздо больше». Отдельного обсуждения заслуживает вопрос, какой уровень откровенности в паре необходим для выстраивания здоровых отношений. С одной стороны, честность и прямота – это хороший путь к взаимопониманию. С другой стороны, быть открытым на все 100% физически невозможно. Никто и никогда не сможет вас понять в точности так, как вы себя ощущаете. Просто потому, что любую информацию о партнере мы неминуемо пропускаем через собственный опыт, немного ее искажая. В этом ключе важную роль играет этап развития отношений. И то, что определяло благополучие пары, например, в первый год, может со временем естественным образом измениться на совершенно другие стратегии взаимодействия. Иногда весьма неожиданные. И это нормально. А кроме того, существует точка зрения, что наличие любви в паре можно определить по тому, могут ли партнеры вместе шутить и смеяться. Наверное, не все так просто, и способность вместе грустить не менее важна. Но как бы то ни было, невозможно определить гармоничность отношений только по одному критерию. И самое главное, об отношениях никогда нельзя однозначно судить со стороны.